Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! День за днем, неделя за неделей протекает рождественский пост, и когда задумываешься над собой, над своим внутренним миром и обращаешь внимание на мир внешний, понимаешь, что мы находимся в состоянии какой-то обреченности, как будто мир приближается к катастрофе, которую невозможно предотвратить. У людей отнят главный жизненный стимул – надежда. Кажется, что тяжелая тьма опускается на землю и окутывает ее черным погребальным покровом. Это не политические потрясения и неожиданные житейские трудности. Нет, это какое-то ощущение метафизической трагедии, в которую будет включена вся Земля. И невольный вопрос. Есть ли выход из этого состояния? Есть ли способ некой духовной реанимации? Можно ли, если не повернуть, то, по крайней мере, приостановить этот процесс эскалации зла? Нам предлагали и предлагают различные рекомендации и утешения. Образно говоря, больного убеждают, что он здоров. Часто рисуют утопические картины, похожие на сказания о блаженных островах. Но это мало помогает. После таких информационных допингов наступает еще больше упадок сил. После иллюзии, возбужденной гордыни, еще большее разочарование. Где же выход? И если он? Ответ мы можем найти только в одном чистом источнике – в Священном Писании, которое не лжет, не заблуждается и не вводит в заблуждение других. В тяжелые времена истории пророки призывали народ к всеобщему покаянию. Они призывали каждого увидеть свои грехи и почувствовать свою ответственность за них. Они призывали народ оставить идолов и вернуться к Богу его отцов. Только через покаяние начинается возрождение. Только через боль тяжело больной возвращается к жизни. Человек, не чувствующий боли, ему мертв. Душа, не чувствующая своих грехов, превращается в труп. Другого пути нет. Или покаяние, как единственный путь к Богу, или потеря Бога и обреченность. Только чаша покаянных слез может перевесить на суде Божьем море человеческого греха. Нельзя сказать, что в нашем обществе исчезло добро. Это было бы неправдой. Еще есть, к счастью, много примеров доброты и сострадания, служения людям. Но трагедия в том, что люди как будто забыли о покаянии. Кажется, что какая-то темная сила украла у нас этот великий божественный дар. Это воскресение души еще до смерти телесной. Благодать возвращается тем путем, которым она уходит. Благодать оставляет нас из-за наших грехов. А грехи становятся семенем тех терний и колючек, которыми зарастают наши прежде цветущие поля. Грехи становятся преддверием тех катастроф, приближения которых чувствуют души людей, даже далеких от Бога и от веры. Наша ошибка в том, что мы оправдываем себя, ищем причину своих несчастьй вовне. И потому евангельский призыв к покаянию не находит живого отклика в нашем сердце. А если мы икаемся, то часто ритуально и формально, как бы забывая о трагических последствиях греха. Мне думается, что размышления на эту тему важны, так как это один из кардинальных вопросов христианской нравственности. Ведь мирская мораль основана на гордости, личной и общественной. Основана на том, что превратно называют человеческим достоинством. Иногда даже считается полезным искусственно развивать эту гордость, как бы в расчете на то, что человек захочет стать таким, каким его представляют, расхваливают. Но результаты почти всегда плачевные. Человек, уверовавший в свои добродетели, обычно успокаивается на этом. Считает, что у него все в порядке, ему незачем исправляться, и остается только радоваться, что он такой хороший. Но жизнь не балует людей. И тот, кто приобрел комплекс своей правоты, оказывается в затяжном конфликте с теми, кто с ним не согласен и ему перечит. Такому человеку кажется, что он – воплощение добра и непогрешимости, а другие – носители зла. И вот это неумение видеть свои ошибки, нежелание осудить себя приводит к тому, что охладевает дружба, распадаются семьи, люди отчуждаются друг от друга. Комплекс собственной праведности – это самое тяжелое иго, какое может нести человек. Вот почему так важно сегодня покаяние. Этот суд над собой прежде Божьего суда. Ведь если нет покаяния, то такому человеку кажется, что его несправедливо преследуют, унижают и оскорбляют. Он может выступать только в роли обвинителя. Эта позиция всегда проигрышна и бесперспективна. Но осознав глубоко, глубинно свои грехи, свою вину, свое внутреннее растление, не осознав глубоко своих грехов, своей вины, своего внутреннего растления, человек не может перемениться, не может покаяться и принять благодать Божью, не может вступить в новые отношения с людьми и Богом. Он похож на какого-то странного безумца, который по гордости сам себя замуровал в склеп. Между гордыми людьми могут иметь место солидарность и нечто вроде дружбы, но только в одном случае, когда они выступают вместе против мнимого или действительного противника. Но когда этот так называемый фактор единения исчезает, то от былой солидарности не остается и следа. Однажды Александрийский архиепископ спросил Аву, то есть старца или учителя, Аву Нитридской горы, «Какое делание, согласно многолетнему опыту твоему, есть высочайшее на подвижническом пути?» И тот ответил, «Постоянное самоукорение, то есть всегда и во всем винить лишь себя одного». Архиепископ сказал, «Это не только высшее делание, но и единственный путь ко спасению». Вот здесь истоки христианской и мирской морали. Здесь граница, разделяющая эти два русла. И исповедь – это таинство и внешняя форма покаяния. Есть люди, которые каются горячо и искренно. Но какова исповедь у большинства? Простые люди часто говорят заученными фразами, плохо понимая их смысл. Что касается значительной части представителей интеллигенции, то они говорят или пишут исповедь, как психологический самоанализ. Но в ней и в том, и в другом случае нет главного – отвращение к совершенному греху и желание бороться с грехом в будущем. Поэтому такая исповедь, исповедь таких людей, похожа на литературный рассказ о своих интимных переживаниях, бесчувства трагичности греха, греха как смерти души. Только с осуждения самого себя начинается духовное возрождение человека. Гордый не может любить, он не умеет быть благодарным. Только смиренный способен видеть добро и правоту другого. Смирение приобретается покаянием. И само покаяние растет и углубляется по мере смирения. Благодать скрывала от святых их добродетелей и духовную высоту. Поэтому они до самой смерти считали себя грешниками. Кто любуется своими добродетелями и рассказывает о них, тот свидетельствует этим, что лишен благодати и духовно наг. Только смирение дает людям способность искренне уважать друг друга. Требовать от себя больше, чем от ближних, быть благодарным за сделанное добро, за оказанное внимание, прощать чужие ошибки. Вот фундамент, на котором может утверждаться христианская семья, а значит и общество. Человек, умеющий обвинять себя, не будет терять внутреннего мира, не станет проклинать людей и жизненные обстоятельства, и бить кулаками воздух. Он будет думать о том, какие он совершил ошибки, как ему надо поступить, чтобы по возможности исправить их, и даже чашу самых тяжелых испытаний он примет как очистительное врачевство для своей души. Мы говорим о покаянии и смирении как основе христианской нравственности и любви, как принципе человеческих взаимоотношений, как показателе возрождения общества. Но есть и другая, метафизическая сторона. Грех, не омытый покаянием, не исчезает. Как капри дождя образуют потоки, так грехи людей, соединяясь вместе, образуют разрушительную силу, которая проявляется в физическом плане в виде войн, общественных потрясений, голода, эпидемий и природных катаклизмов. Эта сила, эта темная энергия наших грехов открывает демонам широкое поле деятельности на земле. Поэтому от покаяния зависят судьбы народов, стран и всего человечества. Некоторые скажут, послушайте, какое значение имеет для мира мое покаяние или покаяние немногих людей? А давайте вспомним. Господь искал в Содоме десять праведников, но не нашел их, иначе город был бы пощажен. В Содоме жил праведный Лот. И святитель Иоанн Златоуст пишет, что Лот был праведен, потому что он, живя в Содоме и мучаясь, видя грехи его жителей, не осуждал никого. Пусть каждый из нас зажжет свою свечу покаяния, а это значит простить всех, молиться за всех и отвечать добро на зло. Пусть кается человек за себя и за своих близких, кается и молится, и его свеча не будет одинока, около нее зажгутся другие свечи. Пусть бережет он этот огонь в своем сердце. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Само покаяние – это надежда, а надежда, соединенная с любовью, не может быть отвергнута Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok